Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине. Сегодня у нас какое уже число? 11 октября 2024 год. Посмотрим на какие потери российские выскочили. Ну во-первых выскочили на 666 тысяч. Это такая знаете цифрочка сама по себе говорит о многом. Да 666. Дожились, довоевались вояки путинские. Интересный момент. Сегодня сами расисты посчитали, что при нынешних темпах наступления одной жизнью чмобика российского оплачивается захват 2,5 квадратных метров территорий. Это кем нужна армия? Я не знаю сколько. Посчитайте сколько армии тогда нужно. Только тех кого закопать. Ну закопать или там без ручек, без ножек оставить, да там протезирование сделать и так далее. Капец. А еще что-то рожать должен. А хотя в принципе там китайцы этот вопрос порешают. Они там вот сейчас с Африки тоже завозят товарищей. Поэтому русские эти мужичонки Путину не нужны. Они для него судя по всему лишний. Вымирающий лишний вид, да. 2,5 квадратных метра. Один чмобик. Это просто обалдеть можно, ребята. От таких потерь. И самое главное, что русских ничего не смущает. 2,5 квадратных метра. Это как раз размер. Сами знаете чего. Погоста на могилке, да. Вот собственно говоря. Представляете? Это просто они посчитали, это не наши. Это как насмешка и история. По-другому даже невозможно оценить. Прийти в чужую страну. Им же обещали здесь, да. Помните? Им обещали. Ты получишь квартиру в Киеве, когда мы захватим Киев. А ты получишь квартиру в центре Одессы. Захвати Одессу, да. Захвати. Вот. Все будет замечательно. Конечно замечательно. 2,5 квадратных метра. И все. И все. Да. Кстати, вот Кладбищенская оградка, она уже больше занимает территорию. А вот как раз вот сам так сказать Сусуд. Как он называется? Саркофаг, да. Вот он как раз, да. Вот такую территорию занимает. Обалдеть. Вот это Путин облагодетельствовал, да. Зато каждому железно, по 2 квадратных метра, жестко. Твордо и четко, да. Без компромиссов. Да. Ну, на фронтах, ребята, все приблизительно так же, как вчера и позавчера. Рашисты продолжают гробить свой личный состав и технику. В Курской области нашим там немножко навешали. Ну, просят мне не разговаривать на эту тему. Значит, молчим. Вот. Ну, а потери за вчерашний день были опять. За 1000-1140 у кондропупленных шмобиков, как говорится, отправленных курсом русского военного корабля. И общее количество просто блестящее. 666 340. Да, еще раз говорю. Рашисты, поздравляю вас с вашим числом. 666 тысяч. Это, конечно, это мощно. Это вас Путин, конечно, так сподвиг. 8 танков за вчерашний день. Всего 8953. Да, туда, в утиль сырье, в утиль сырье, все на переплавочку. И 35 броневичков туда же на переплавку, да. Даешь стране уг... А это же не угля, это же этому там... Стали, чугуни, чугуни будете плавить. 35 бронемашин за вчера, всего 17800. Да, и вчера был урожайный. Урожайный такой геноцидный день Пушкинской, говорю, Пушкинской. Путинской артиллерии ствольной, имеется в виду самоходной и не самоходной. 59 пушек, так говорится, по Никлу, да, вот так вот сделала, на полшестого. Общее количество 19 322 штучки. И 4 града. Тут даже в утиль сырье на переплавку все пошло, значит. Правда, когда град, в него попадает наш ПВ-дрон, там обычно в утиль сырье уже нечего сдавать, потому что он, скажем так, он аннигилируется. Градов становится очень много, но у него такие маленькие, да. Они в космос улетают, как правило, да. Поэтому с него переплавки хорошие не получаются, как правило. Да, 4 града, всего 1229. Самолеты, вертолеты у меня пока... А, да, вчера же Ми-8 прихлопнули, я забыл совсем, да. 369 самолетов, а вот вертолетов, да, там Ми-8 прихлопнули, соответственно, 329. Я хотел сказать, что старые цифры, нифига не старые. Дальше, по беспилотнику, 70 штук за вчерашний день, но 16837 с начала войны. Но, интересный момент, ребята, я вот уже подчеркивал по поводу беспилотников, еще раз, кто не видел предыдущего там ролика. Сейчас довольно большое количество их дронов-камикадзе, причем не обязательно шахедов. Ну, в этом, смотрите, в этом списке нет, конечно, ФПВ-дронов маленьких. Но касается и их тоже этот момент, который я скажу. То есть, любые дроны-камикадзе наши... Есть два способа, да, их сбить с неба. Первый, это механический. То есть, ты запускаешь какую-то болванку в небо, болванка взрывается, либо попадает в этот самый дрон. Механический удар наносится, дрон, как говорится, все. Вот, есть второй вариант, это радиоэлектронный вариант. Это когда на него воздействует система РЭП. И вот сейчас уже наши, ну, я так смотрю, что, наверное, процентов 40-50, если не больше, тех дронов, особенно больших, вот, шахеды, да, которые сбиваются, сбиваются уже РЭПами. А ФПВ-дроны там вообще подавно, там очень много сбивают РЭПами. Ну, понятно, что ФПВ-дрон этот камикадзе несколько проще РЭПом завинтить, чем шахед, тут больше защищен. Тем не менее, и те, и другие, как говорится, нет ничего идеального. Наши научились, нашли подходы к тем и к другим. Ну, почему? Потому что, смотрите, те же шахеды используют очень много западных деталей. И просто, они своих не выпускают, да, значит, западные. Ну, соответственно, кому же знать, как на них воздействовать, правильно, на западе знают. Ну, вот, как говорится, нашли к ним ключик, вот, собственно, и все. Так что, ку-ку. Сейчас очень много, вот, чуть не, сегодня ночью, по-моему, половина дронов, тех, что сбили шахедов, их не касались. Они просто упали куда-то в огород и все на этом, да, вот так вот произошло с ними. Ну, огурцы пострадали, да. 84 единицы автотехники и цистерн с горючей смазанными материалами. У Путина сегодня от минусов, но всего 26 398. Какие-то цифры большие, огромные. Путин уже полстраны разорил. Им, ему пофиг. Но самое интересное, что вот этим товарищам пофиг. Вот это, я, честно говоря, меня удивляет этот вопрос. Что, ну ладно, он вас там разоряет. Но вы с этим согласны? Окей, хорошо. 10 единиц спецтехники за вчера, что дает в общей сложности 3396. Ну, спецтехника, это тоже Боженька прописал ликвидировать. Это их РЭБы, это их радиолокационные станции. Вот их отрабатываем, как говорится, с большим, при большим энтузиазмом. Так что, друзья мои, ну что, продолжается война. К сожалению, от этого нам никуда не деваться. Вот на нас напали. Ну, как говорится, поскольку они на нас напали, мы, как говорится, со своей стороны делаем им вот такое, вот видите, хорошее дело. Каждому по 2 квадратных метра.